еще раз посмотрю что здесь как вот здесь но пройти туда не могу видимо мне нужно вернуться в начало посмотрим что там появилась стоп 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 а нет ну да в принципе аж и недочет я сначала потому что текстура вот это вот обычная коричневая который заполняется пробелы в текстурах но все-таки текстура на ящиках нормальная вот на flat но освещение на этих ящиках почему-то отличается как вы видите от общего освещения то есть они смотрятся как более темные вот вы видите да вот выделяется это смотрится некрасиво и странно такие вещи стоило бы править на ровне с текстурой итак я снова не знаю что делать зайти сюда снова здесь вроде все еще раз сюда ох о странно что это что это я просто не у меня нет догадок не осмеливаясь предположить что-либо чувствую что если упаду то потом не вылезу хотя был бы хорош а видимо это просто декорация автор не подумал что я смогу сюда прыжком забраться это плохо учитывая что он не отключил прыжки что можно было бы сделать в map.info если ты делаешь подгозу если прыжки не нужны их стоит отключать потому что многие пользуются это касается конечно только с doom вадов потому что в классических вадах как бы предполагается что нет прыжков ну и что и что и что извиняюсь отвлекся что-то мне надоело бегать кругами а вот видимо да новая локация да точно отлично я что-то даже и не подумал в принципе неплохо потому что как вы видите мне нужно было исследовать второй раз новую старую локацию вот эту вот это как бы означает нелинейность некоторую это хорошо витраж текстура мне не очень нравится можно было подобрать что-то лучше тем более можно было бы если используешь 3d полы сделать прозрачный витраж правда то сделать прозрачный потолок через который можно было бы видеть небо и собственно витраж было бы конечно красивее я так подозреваю что автор просто не умеет это делать пока что потому что я еще не видел прозрачных 3d полов здесь по моему по моему они только обычные что это вообще тормоза пошли ой 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 что это за проблема такая вот что антрой то она постоянно имеет место быть и у меня тоже было пару раз посмотрите на это я не могу вспомнить куда мне нужно вставлять красный ключ я даже поставлю сейчас на паузу и буду искать потому что с такими тормозами да еще и просто бегать по кругу сейчас все искать я не хочу утруждать вас просмотром этого действия отлично я нашел дверь красную вот она это вот в том закуленном закуленной комнате вернее будем идти дальше вот плохо что патронов нет трупы за решетками хорошо патроны патроны ну где же это лифты или что вот тоже дыры в текстурах это плохо а вот лифты кстати тормоза будете прекратить то есть вот тоже выход ну стоило бы помечать хотя здесь можно было бы и догадаться но я даже сначала не понял что это за темнота там такая резкая стоило бы сделать плавную темноту это делается очень легко в классике ну то есть в классике то есть в гузе само собой и так ладно сколько там карт то я даже не знаю забавно эта карта тоже называлась трек 1 видимо какая то ошибка автора ничего так подземелья сразу могу отметить музыка тоже сразу отмечаю что мне нравится очень хорошая на мой взгляд вот в третий раз уже наверное говорю что люди вот почему вот этот автор может подобрать музыку нормальную а вот многие не могут меня это всегда удивляет просто и ведь заметьте по моему не ОГГ а по моему миди музыка и к слову я когда в ад качал я был удивлен его относительно малым размером я привык что гос за в ады несколько побольше весят за счет текстур там музыки этот в ад меня приятно удивил тем что текстур здесь вот как вы видите достаточно много новых но они не сильно нагружают во первых может мне эти как их HD или как они называются текстуры а во вторых музыка не ОГГ вроде бы я не буду рисковать и говорить ОГГ или не ОГГ по моему все таки миди играет ну и за счет спрайтов тоже обычный вес достаточно большой но здесь вот как вы видите все так в меру и весит немного и играется неплохо и не надоедает сцены как я уже говорил не затягиваются вот что хорошо ну по большей части конечно бывает тут в некоторых местах и так у меня появились патрончатые так ну эта карта сразу видно чем страдает я думаю даже не нужно особо комментировать это однообразность очень все однообразно сделано конечно понимаешь что подземелья и все такое у Shadow Mine например получается эти подземелья делать несколько более разнообразно кстати вот решетку здесь стоило бы сделать секторную смотрелось бы куда лучше учитывая что здесь все так более менее красиво и проработано и что на потолке вот такая решетка и вообще как то смотрится оно так воспринимается на достаточно высоком уровне качества работа так я что то потерялся люди я знаю это смешно слышать от человека который сделал Доксиломайну я тоже иногда теряюсь в однообразных таких локациях приятно конечно что туман по всей карте ну то есть по всему подземелью здесь тот же Shadow Man допустим этого по моему не делал так что автору плюс ага вот здесь он вот ты меня зараза убил в прошлый раз о новый монстр знакомый тоже ускоренные снаряды ай-яй-яй чем эти ускоренные снаряды плохи тем что близко не подойдешь физически не успеваешь уклониться а я привык подбегать к ним близко и стрелять вплотную практически ай-яй я вот что сделал так нет не сюда да а вот сюда двери вот эти раз уж ват подгозу стоило бы сделать как-то раздвижные смотрелось бы лучше все таки в ГОЗе оно все воспринимается несколько иначе не как в классике в классике мы привыкли что двери открываются вверх любые но в ГОЗе все таки вот это вот стоило бы открывать в бока неплохо неплохо смотрится красиво хотя очень просто но по моему красиво это один из тех случаев когда простота играет наоборот на руку вот это вот вот этот скрин вернее скрин этого места мне очень напомнил кабал что бы там кто ни говорил по моему очень похоже этот храм такой сам по себе храм по моему похож на кабаловский ну или храм у меня привычка называть все храмом после всех самых строение вернее так здесь мне на пулемет нужен все таки и что я говорил то строение посреди вот этой вот зеленой полянки такой у меня лично ассоциация только с кабалом вот кстати опять таки я в прошлых летсплеях и в тех которые как бы я не выкладывал включая там карту арчи еще один ватт даже не буду говорить какой чтобы просто не дразнить людей я там записывал и говорил что раздражают эти появления монстров из пола знаете да когда резко пол поднимается и как бы монстр типа как ниоткуда появляется ай тормоза тормоза меня это очень раздражает я считаю что это откровенно убого и даже не просто там какой-то недочет а именно вот такая ошибка я считаю за ошибку в данном случае мы этого не видим здесь как раз все монстры исключительно телепортируются пускай из воздуха пускай из как бы без без причины так скажем то есть вот я сейчас прибежал да и телепортировались монстры но это хорошо все равно то есть ты видишь что они появляются перед тобой успеваешься реагировать все такое ну и смотрится это как-то поладичнее чем какое-то появление вот это вот из пола особенно меня это раздражает когда это то есть вот